Половина россиян, согласно последним исследованиям в ЦОМ, не видят проблемы в ношении хиджабов в школах нашей страны и считают, что запрет на ношение религиозной атрибутики школьниками нужно отменить. Тем не менее, практически каждый второй россиянин считает недопустимым внешнее проявление конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей. Как прийти к компромиссу? Об этом мы поговорим с первым заместителем председателя Комитета по образованию в Государственной Думе России Олегом Смолиным. Здравствуйте. Совет по правам человека при президенте страны готовит доклад главе государства с предложениями по поводу законодательного регулирования внешнего вида школьников и в частности их права на ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы. Ваше отношение как законодателя к этому вопросу? Первое. Если мы считаем, что хиджабы нарушают светский характер российского образования, то точно так же нарушают его кресты и иконы. Подход ко всем должен быть одинаковый. Второе. Когда принимался закон о школьной форме, мы давали поправку о том, что требования к школьной форме должны исходить из светского характера российского образования. Но тогда как раз Министерство образования и правительство настояло на том, чтобы наша поправка принята не была. Теперь возник вот этот вот конфликт. Ну и наконец третье. Если бы я жил во Франции, я бы точно выступал за то, чтобы никакой религиозной символики в школе не было. Я сторонник светского образования. Но я живу в России и понимаю, что в некоторых, в частности, мусульманских республиках и некоторые, скажем так, радикально православные семьи просто не пустят своих детей в школу, если им запретят демонстрацию любой религиозной символики. Поэтому все законодатели, еще при принятии закона образования 92-го года, однозначно трактовали вопрос так. Светский характер образования предполагает запрет на проведение религиозных обрядов. Что касается символики религиозной, то, может быть, в конкретной нашей ситуации на это можно было закрыть глаза. Сегодня такая ситуация, что в стране много приезжих из разных союзных республик и государств. В этой ситуации насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание? Это зависит от того, какая школа. В разных регионах и в разных школах это по-разному. В мусульманских республиках, например, в Чечне, собираются принять специальный закон, разрешающий хиджабы. Насколько я понимаю, в Мордовии хиджаб в одной из школ запретили, и Конституционный суд подтвердил правильность такого запрета. Поэтому, увы, единых стандартов сейчас нет. А не стоит ли вернуться в этом случае к единой форме в школах? Мне кажется, что единая форма для всей огромной России – это некоторый перебор. Но нам нужно действительно обсудить вопрос и договориться, что мы понимаем под светским характером образования. Входит ли в это понятие демонстрация религиозной символики? Тогда придется из школ и вузов убрать не только хиджабы, но кресты и иконы, и, вероятно, часовни, кроме тех случаев, когда они существовали там исторически. Но образование – это конституционное право человека. Даже если ребенок будет ходить в свободной форме, его же не могут выгнать из школы. Выгнать не могут по конституции, но если будет не соблюдать требования закона, установленные в данном регионе, то возможны варианты. Например? Например, недопуск к занятиям. Но это же не конституционно. Для того, чтобы определить, конституционно это или нет, должно быть специальное решение конституционного суда. Потому что конституцию можно трактовать по-разному. И у двух юристов бывает три мнения. Но в Сибири следует разрешить или запретить ношение хиджабов? Если вопрос будет отнесен к региональному законодательству, учитывая, что у нас не такой большой процент радикально настроенных мусульман, может быть, следовало бы не только хиджабы, но тогда любую религиозную символику оставить за порогом школы. И вообще, когда дети, каждый обращается только к своей религиозной культуре, и как нам предлагают сейчас, у нас могут быть курсы религиозных культур со 2 по 10 класс, есть реальный шанс перенести межрелигиозные конфликты в школу. Это плохо. Я хочу добавить, что нам нужно уважать, безусловно, все, как минимум, наши традиционные конфессии, но нам нужно оберегать школу от религиозных конфликтов. Самый правильный путь, на мой взгляд, для этого светская школа. Но требуется договориться власти и к традиционным религиозным конфессиям. А я напомню о том, стоит или не стоит запрещать ношение религиозной атрибутики в школах. Мы говорили с первым заместителем председателя Комитета по образованию в Государственной Думе России Олегом Смолиным. КОНЕЦ